На уходящей неделе произошли события, которые своей противоположностью указывают на то, где и как, а главное, кем, были допущены ключевые ошибки, вылившиеся в кризисную ситуацию на энергетическом рынке Европы. О том, что это именно кризисная ситуация, говорит простой факт. Министры стран Евросоюза в четверг договорились добровольно сократить использование газа на 15% относительно марта, чтобы подготовиться к дальнейшим перебоям в поставках российского газа. То есть страны ЕС уже прогнозируют дефицит газа в энергетическом балансе. И кроме дополнительных поставок энергоносителей из альтернативных источников пытаются найти точку равновесия в уменьшении его потребления. А вся эта ситуация стала следствием знаменитой «Остполитик» в исполнении канцлер в Германии Шредера и особенно Меркель. Именно их упорными усилиями зависимость Германии от путинских энергоресурсов достигла рекордных 55%. Причем именно Меркель просто с остервенением отвергала любые предупреждения о том, что такая зависимость, неважно от кого, сама по себе является крупной уязвимостью энергосистемы. Но она даже слышать ничего не желала. Более того, она не только наращивала долю российских энергоресурсов, но делала все, чтобы расчистить немецкую энергетическую поляну под еще большее их количество. Так, ее правительство зарубило несколько проектов по созданию интерконнекторов или газопроводов, связывающих газотранспортную систему в Германии с ГТС других соседних стран. Ее правительство торпедировало проекты строительства терминалов по приему сжиженного газа. А кроме того, именно за время ее канцлерства была начата какая-то лихорадочная кампания по выводу из эксплуатации генерирующих мощностей атомных электростанций, чтобы их долю перекрыть генерации ТЭС, работающих на путинском газу. При этом, пропихивая московские проекты морских газопроводов, она с полной уверенностью в правильности этих решений говорила вот такое. Северный поток будет способствовать надежным поставкам газа в Европу, а также укреплению энергетического партнерства между Европой и Россией. И вот сейчас именно Германия стала самой пострадавшей стороной от этой самой Остполитик, инициируя вопрос сокращения потребления газа по всему Евросоюзу. Призыв Германии о помощи также выглядит странно, потому что Центральная и Восточная Европа, а также США в течение многих лет убеждали Берлин уменьшить свою газовую зависимость от Газпрома. Но вот что во всем этом интересно. Именно те страны ЕС, которые подвергались менторской и уничтожительной критике Меркель, сейчас оказались наиболее подготовленными к этому кризису. Теперь складывается впечатление, что именно их независимая политика в области энергетики была раздражающим фактором для Меркель, и она просто хотела нахлобучить на трубу не только Германию, но и партнеров по ЕС. И вот на этой же неделе поступило сообщение из Польши, с которой Меркель боролась всею мощью своих необъятных щек. Так Польша закончила подготовку к началу отопительного сезона, полностью наполнив подземные газовые хранилища – ПХГ. Об этом заявила телеканал Полсад, министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. Она подчеркнула, что Польша уже обеспечила себя газом на весь отопительный сезон и продолжает его получать. Тут стоит заметить, что поляки уже давно выступали против северных потоков, в которые с таким энтузиазмом игрались Владимир и Анжела. Видимо, эта игра их устраивала и приносила обоюдное удовлетворение. И мы прекрасно помним, как в ходе этой странной игры Меркель продавливала страны Балтии, Польшу, а потом и Данию, чтобы те дали согласие на прокладку очередной трубы. Самые большие проблемы были с Польшей, и потому по линии ЕС именно Меркель устраивала Варшаве вырванные годы по разным направлениям. В общем, она почти открыто действовала как крот Путина в Евросоюзе, когда, будучи руководителем страны с самой мощной экономикой, она продвигала нужные Путину решения и подавляла любое инакомыслие. Тем не менее, Польша придерживалась собственного плана диверсификации своих энергосферы и стала активно развивать свои возможности в плане получения СПГ. Запустив первую очередь своего терминала, Польша вышла с предложением к своим соседям, в том числе и к Германии, принять участие в запуске второй, а если понадобится, то и третьей очереди терминала, чтобы те уже работали на прием газа для соседей. При этом поляки утверждали, что они уже создали соответствующую инфраструктуру, и еще одна очередь терминала обойдется дешевле, а запустить ее можно быстрее. Но эта идея не просто не нашла заинтересованности в Берлине, но и вызвала взрыв негодования. Хорошо, что в Польше не рефлексировали от таких действий Меркель и продолжали работать над созданием собственной системы энергетической безопасности, поскольку в путинских газопроводах они не видели никаких гарантий безопасности. Но четко понимали, что Прутин создает рычаг давления или же газовое оружие против Европы. Именно поэтому несколько лет назад был запущен проект по прокладке газопровода Baltic Pipe в Норвегию к ее шельфовым месторождениям. И вот строительство газопровода уже завершено, и он готовится к моменту ввода в эксплуатацию. Буквально на днях ГазСистем осуществила техническую приемку всех трех газокомпрессорных станций, расширенных и построенных в рамках данного проекта. Надо заметить, что там турбины работают как положено, а не как у Газпрома. Сообщается о том, что первой была подтверждена техническая готовность к эксплуатации газокомпрессорной станции в Адулануве, затем в Голенюве, и, наконец, проведена техническая приемка газотранспортного завода, построенного с нуля в Густоржине. Томаш Стэнпень, президент ГазСистем, сказал о том, что все оборудование проверено и готово к эксплуатации, а завод в Голенюве позволяет подавать газ в ГТС под таким давлением, что его будет достаточно для потребителей на всей территории Польши. Что интересно, газопровод проходит не только по морю и Польше, но и по территории Дании, которая недавно тоже заявила о том, что она теперь не имеет проблем с газом на предстоящий отопительный сезон. То есть ни Польше, ни Дании, как минимум, нет нужды ограничивать себя в потреблении газа, потому что они слезли с газовой трубы, несмотря на бешеную оппозицию Меркель. Ну а запуск газопровода в эксплуатацию состоится 27 сентября в Щецине, и постепенно его мощность будет доведена до 10 миллиардов кубов. Это, конечно, не северный поток, но для тех потребителей, которые и были инициаторами проекта, этих объемов хватит, чтобы не только полностью обеспечить свои потребности, но еще и продать соседям. Таким образом, практика расставила все по своим местам, и теперь нет никаких вопросов в том, чьи подходы были правильными и чьи концепции энергобезопасности обоснованными. Единственный вопрос, который остается открытым, это отношение самой Германии к ряду лиц, которые нанесли стране просто гигантский экономический и репутационный ущерб. А кроме того, подорвали основы безопасности страны. Возможно, за весь послевоенный период такого ущерба Германии не наносил никто. И очень странно, что все это остается без соответствующей правовой оценки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok